Ну вот такие действительно удачные приобретения. Ну а кого-то больше интересует нематериальное богатство и ценности. Вот в Петербурге картины известных авангардистов ушли с молотка за спиртное, правда. Аукцион под названием «Искусство забухло» произвёл фурор среди ценителей и коллекционеров авангарда. Самые необычные и дорогие работы оценил мой коллега Павел Панов. Сейчас он всё расскажет и покажет. В одном из баров Санкт-Петербурга на Владимирском проспекте сегодня здесь нешуточный ажиотаж вокруг аукциона, так называемый трэш-аукцион. И называется он «Искусство забухло». То есть сегодня здесь картины известных авангардистов Санкт-Петербурга, всего их 24, обменивают на алкоголь. Стартовая цена лота, бутылка какого-то алкоголя начинается от вина и может быть какие-то элитные спиртные напитки. Ну и затем уже шаг для желающих поучаствовать в этом аукционе в один дринк. Один дринк оценивается в 250 рублей. Скажу, что сегодня здесь действительно самые лучшие работы, представленные здесь и Стас Казимов, который, как раз кстати, в прошлый раз, картина под названием «Мэрлин Монро» ушла с молотка за 200 дринков. Это примерно 40 тысяч рублей. А сегодня также мы видим картины действительно искусственных художников. Вот, например, на стене висит картина Николая Васильева, которая сегодня была продана за 6 тысяч рублей. Хотя реально стоимость этой картины в десятки раз больше. Вот такая возможность у ценителей и коллекционеров сегодня приобрести картины практически за даром. Вот и есть такие возможности. Опять же, это делается вроде как из дружеских побуждений. И все родилось в феврале, когда компания художников-авангардистов таким образом хотела обменяться картинами. Но все это вылилось в серьезный, нешуточный ажиотаж вокруг этого. И эти аукционы все чаще начали проводиться у нас в Петербурге. Нам на самом деле очень повезло, что у нас в акции участвуют такие статусные художники, как Владимир Козин, Геннадий Герасимович Зубков, который является внучатым учеником Казимира Малевича, потому что учился у Стерлигова. И это главный продолжатель школы, несомненно, главный, наверное, авангардный художник. Что касается сегодняшнего аукциона, той самой, пожалуй, интересной картиной для коллекционеров и участников стала картина под названием «Шнур на лабутенах». И автор этой картины Ирина Романовская. Она известна тем, что пишет свои картины гуашью, причем не при помощи кисти, а при помощи своей женской груди. Вот именно этот образ Сергея Шнурова, а также та техника, действительно, произвела фурор на тех, кто сегодня собрался побороться за эту картину. Эта картина стала самой пока дорогой. Ее оценили в одну бутылку лимонной водки стоимостью в 2000 рублей, а также еще и в 50, так называемых, дринков. То есть общая сумма этой картины составила 14,5 тысяч рублей. Сама художница Ирина Романовская действительно не ожидала, что такой ажиотаж вокруг ее картины произведет. Изначально я согласилась просто подержать аукцион за бутылку лимонной водки. Так было заявлено. Но такой результат мне очень приятный. Здесь и популярность клипа, и шнур, и то, что было бутылок, и такая техника, что с использованием отпечатки груди. Ну а счастливой и благодарницей этой картины стала Петербурженка по имени Оксана, которая несколько раз перебивала ставку другого желающего эту картину приобрести коллекционера, но по итогу выиграла она и стала счастливой и благодарницей этой картины. Она сказала, что эта картина под названием «Шнур на лабутенах» станет жемчужиной ее коллекции личной галереи, которая хранится дома. Я единственную картину, которую увидела, очень ее захотела. И, как говорится, если женщина хочет, значит, это надо. Я считаю его гениальным человеком. То есть мне он очень нравится. То есть при всей своей показной хулиганистости, скажем так, при всех своих каких-то, ну, скажем так, визуальных эффектах. Вот. Он очень культурный, интеллигентный человек. Мне он очень нравится. Сейчас, по сути, мы являемся свидетелями исторического события, когда картины авангардистов самых известных в Петербурге уходят с молотка за минимальную стоимость. И после этого, в любом случае, эти картины будут только расти в цене. И поэтому сейчас у коллекционеров и участников этого аукциона действительно есть великальная возможность купить эти картины практически за бесценок. Что касается, опять же, идеи организаторов, то она в следующем. Люди охотно тратят деньги на алкоголь, когда приходят в пар, но когда предлагают им, например, какой-то предмет искусства, ту же картину, то они не готовы расставаться с деньгами. Ну а здесь, как бы, они решили совместить приятное с полезными. Таким образом, они все-таки продают эти картины. Ну, еще раз скажу, что стоимость, возможно, от номинального немножко отличается, но, тем не менее, вот эти картины уходят с молотка. И видим, что желающих поучаствовать в торгах большое количество, свыше, наверное, 150 человек. И они охотно борются за каждый лот, который представлен сегодня здесь. Также добавлю, что эти трэш-аукционы в Петербурге станут уже хорошей традицией, по словам организаторов, и в следующий раз уже будет еще большее количество авторов, еще большее количество картин. Павел Панов, Андрей Леонтьев, Live 78.